Я прошу, чтобы вы меня правильно поняли, я себя никогда не читал писателем и вообще считаю, что каждый должен заниматься своим делом, но эта книга, она не писательская книга, это книга, собранная моими товарищами, моему изумлению, собранная из моих интервью и каких-то высказываний, статей за 40 лет. Это вообще больше, да, больше. Честно говоря, я, когда они мне показали этот макет вообще и рассказали эту идею, я был очень испуган, потому что время идет и представить себе, что ты мог наговорить там в какой-нибудь 66-м году, на заре, так сказать, своего, начала своей работы творчества. В полдождя. Для меня это было, в общем, довольно странно и страшно, но когда я открыл и стал достать эту книгу, вы знаете, я честно скажу, я получил огромное внутреннее наслаждение от того, что я не отказываюсь ни от одного своего слова. Вот это меня самого удивило, но так случилось, что как-то Господь помогал мне все-таки оставаться самим собой в любых условиях. Может быть, поэтому мне и сейчас, в общем, есть о чем говорить и не приходится опускать долг. Я много у меня было в жизни вещей, из-за которых неловко, стыдно, жалко и так далее, но по сути, по своей, по своей, так сказать, стержневой сути, я надеюсь, что я не изменился и мне не нужно говорить печальную фразу, ну что делать, такое было время. И тут написано в этой книге от меня, что очень часто приходится людям переделывать свои воспоминания. Ну, как бы, вроде бы, не хочется сейчас об этом говорить, да? Ну, вот я не знаю, вот толстенная книжка, я, честно говоря, толстых книг не очень люблю. Когда бы такую книгу увидел, я бы не сразу решил себе ее читать. Но она чем хороша, что ее можно на любой странице начать и на любой странице кончить? Это самое, мне кажется, приятное, потому что вы ее раскрываете там на букву Ж, женщина, жизнь, еще что-то. И в этом смысле она очень здорово придумана моими товарищами, потому что это некий алфавит, и на каждую букву так или иначе возникали какие-то соображения, будь то власть, или будь то дом, или будь то отец и так далее. Поэтому я благодарю издателей этой книги, я очень надеюсь, что она будет интересна, и хочу вам пообещать, что я никогда не буду себя считать писателем. Это слишком высокое звание, и очень жалко, когда люди, не имеющие на это права, называют себя писателем. Это девальвирует великую русскую литературу. Поэтому это воспоминания, интервью, или же, скажем, будет книга «Мои мастер-классы», это другое дело. Или будет книга «Мои встречи с какими-то людьми», что может быть тоже интересно. Или книга о том, как я снимал то или иной фильм, как я снимался. Но литературным, так сказать, творчеством, я пишу сценарий, но литература это совсем другое. Великая русская литература, она требует очень серьезного отсева. И, к сожалению, слишком много людей, которые взяли в руки перо, мгновенно считают себя писателем. Вот все, что я хотел вам сказать с благодарностью, что вы пришли и готов, если у вас есть вопросы ко мне, на них ответить. Да, друзья, буквально через несколько мгновений мы перейдем к вашим вопросам и к ответам от Никиты Сергеевича. У нас вопросы, которые задавали гости сайта выставки, гости сайта издательства «Иксмол». Конечно же, первый вопрос – это о названии. Откуда название, почему достаточно противоречивое? Ну, вообще, это название, это название не мною придумано. Это название из системы Станиславской, актерской системы Станиславской. Публичное одиночество в актерском деле, когда вы учитесь в актерской школе, это состояние человека на сцене как этюд, который должен себя вести совершенно естественно, несмотря на то, что полный зал людей. То есть это упражнение, очень серьезное, очень важное упражнение, когда человек, вне зависимости от того, сколько людей на него смотрят, должен вести себя и чувствовать себя самим собой. Это называется публичное одиночество. Этот термин ввел Константин Сергеевич Станиславский, так же, как, скажем, термин «память физических действий», когда студент, актер, слушатель должен, допустим, точно повторить, как он пьет кофе, как он мешает ложечкой сахар, как он пьет сахар, и чтобы это все было, чтобы это было зримо абсолютно для зрителей, которые это смотрят. Он должен сам это видеть, и он должен понимать, что каждое движение его совершенно должно быть адекватно тому, если бы он это делал с предметом. Потому что если он возьмет чашку так, это неправда. И он должен ее взять за... Или это кружки, или это придвинуть к себе сахарницу, найти ложечку, взять сахар и так далее. Это много очень приемов и актерских этюдов. Вот один из них – публичное одиночество. Собственно, поэтому так и называется книга. Публичное одиночество – это что значит? Это значит, я тогда или в то или другое время разговаривал с кем-то из журналистов, я высказывал мою личную точку зрения, это мое одиночество, а потом, когда оно публиковано стало, это стало моим публичным одиночеством. Собственно, поэтому. Не ищите здесь, так сказать, манерности. Это Станиславский. Тут ведь огромный труд людей, которые брали у меня интервью. Это их вопросы, это их жизнь, это их интерес, это их концентрация. Я в данном случае был ответчиком, мы играли в пинг-понг. Поэтому в такой же мере, как и мое авторство, здесь есть авторство каждого из тех, кому я в это время давал интервью, потому что каждый вопрос так или иначе был вопросом человека, который хотел услышать этот ответ. Конечно, авторство здесь, безусловно, мое, это я говорил. Но самое для меня дорогое, что мало того, что я это говорил, я еще отвечаю за каждое свое слово. Я могу подписаться под каждым своим словом. Вот эта мера ответственности, она меня очень как бы внутренне греет и дает мне ощущение того, что, так сказать, есть чем бороться, есть чем отстаивать свою точку зрения, и есть что ответить. Мне кажется, что вообще счастлив человек, который отвечает за свои слова. Тем людям, которые издают книги, все-таки хотелось бы еще знать целевую аудиторию, тем, кому адресована эта книга. Есть ли у вас понимание целевой аудитории именно этой книги? Знаете, смешно, потому что, когда мне было 17 лет, и я давал какое-то интервью, скажем, после картины «Я шагаю по Москве», я не думал о целевой аудитории. Мне было 18 лет, и читать кино. В кино ходили 18-летние газеты, это читали 18-летние люди. Когда я открываю там уголочек, там написано «1966 год», какой-то там газета «Подольский комсомолец», думаю, господи, что я там мог наговорить вообще? Так открываешь с ужасом. Нет, вроде так же думаю. Может быть, это связано с тем, что я, так сказать, остался по мозгам в юношеском возрасте. Такое тоже возможно, так сказать. Но, тем не менее, я не мог бы назвать целевую аудиторию. В течение всей жизни, которая здесь есть в этой книге, я разговаривал с разными людьми, и, может быть, именно поэтому она может быть отрисована любой аудиторией. Потому что, так или иначе, я в течение того, как я взрослел, старел и так далее, я высказывал свою точку зрения, и, может быть, она, эта точка зрения, может помочь понять мои картины, меня, проживающий мир. Но я не ставил для себя задачи кого-то учить или пытаться, так сказать, быть умнее тех, кто меня читает. Это честная, абсолютно открытая и, я бы сказал, опасная вещь, потому что здесь нет ничего того, что мы правили, подгоняя ко времени. А есть ли темы, которые бы вы не готовы были сделать публичным одиночеством, на которые вы бы не стали разговаривать, понимая, что впоследствии они станут все-таки одиночеством, но публичным? Ну, знаете, Грибоедов сказал, что есть жизнь внутренняя, которая намного более интересна, чем жизнь внешняя. Есть личная жизнь, есть личные воспоминания. Я с изумлением, я посмотрю на то, как многие мои коллеги вываливают на экран все, что с ними происходит. Ладно, там, в Facebook, в Instagram, в Одноклассниках, на телевидении. Вот это все такое обнажение, которое кажется со стороны, какие смелые. А на самом деле для меня, я говорю то, что мне кажется, это огромное опустошение, когда человек ничего не оставляет для себя внутри. Он выкорчевывает, выкачивает ту внутреннюю суть душевную, которая должна питать тебя таинством каким-то, секретом каким-то. Я сейчас говорю не про, так сказать, стыдливое умалчивание чего-то, а просто вот та внутренняя жизнь, которая должна быть твоим питательным полем. Вываливается все, все на продажу. И в результате кажется, что какой, как мы хорошо этого человека знаем, как хорошо, что он или она рассказали нам про их интимную жизнь, про то, кто с кем, когда, как это произошло, когда мы смотрим там русские сенсации. Во всем этом есть, вы знаете, опять же, не могу не вспомнить Чехова, пошлость в этом есть огромная, в этом есть пошлятина. Потому что человек, дело не в том, чтобы он скрывал свою жизнь и прятался, а дело в том, что есть вещи, тайные внутренние движения души, которые помогают тебе принимать решения, оценивать людей. А оценивать людей можно только в том случае, если ты сам по себе являешь собою какую-то скрытую субстанцию, повторяю, не спрятанную от того, что ты чего-то боишься, а скрытую, когда в тебе есть нечто такое, что принадлежит тебе, твоим близким, совсем тебе, Господу Богу. Нельзя вываливать все наружу, мы в результате превращаемся в такое... Вот это действительно... Вот это вот... Настоящее публичное. И не одиночество. Это настоящее публичное, когда в результате, так сказать, каждая лыка в строку, и в результате кажется, что это пиар, и о тебе много говорят, но чем больше тебя так узнают, тем быстрее тебя забывают. Потому что человек есть тайна, сказал Федор Михайлович. Человек есть тайна. И эту тайну нужно сохранять. Поэтому, конечно же, есть темы, на которых я могу говорить, но только с тем, с кем я говорю. Есть темы, которые я могу говорить только со священником, скажем, на исповеди, а есть темы, о которых я говорю в творчестве, но опосредованно рассказываю о том, что я чувствую, не обязательно вываливая это, как мое личное, так сказать, ощущение. Если вы возьмете «Солнечный удар» Бунина, и вообще возьмете Бунина, или Чехова, или Толстого, вы понимаете, что невозможно написать такой рассказ, как «Солнечный удар», человеку, который этого не испытал лично или на боках. Невозможно. То есть, наверное, слова-то можно подобрать, но ты понимаешь, что за этим стоит личное, горячее, сердечное участие. Это твой личный опыт. Но он же не пишет «я». Он пишет о неком поручении и о некой незнакомке. И в этом как раз и заключается, на мой взгляд, потрясающая тайна литературы вообще. Спасибо большое. Ну, а теперь, собственно, по поводу ваших достаточно резких политических высказываний о жизни в России. Скажите, пожалуйста, насколько художник, насколько творец, насколько автор должен резко, рьяно, активно реагировать на то, что происходит в обществе, или же все-таки это два разных параллельных пути? Вы знаете, я не вижу общего, так сказать, метода. Обязан резко, не резко высказываться, не высказываться. Я живу в моей стране. Я очень люблю мою страну. Я очень болею за то, что происходит, если происходит что-то такое, от чего я болею. Я высказываю мою точку зрения. Я высказываю ее, не оглядываясь, стараюсь не обижать, но достаточно определенен. И мне в этом смысле легко, потому что я не вру. Кто бы про меня что ни писал в интернете. Когда ты врешь, тебе слишком много нужно запоминать, что ты наврал. Я говорю то, что я думаю. Я отвечаю за то, что я говорю. Кому-то не нравится, кто-то спорит. Ну, прекрасно, но, так сказать, оказаться в положении человека, который все время два пишем, три в уме, мне это, честно говоря, неинтересно. И поэтому для меня возможность высказаться, это большая радость. Я благодарю те каналы или те средства массовой информации, которые позволяют мне говорить. Другой разговор, что потом об этом будут писать, или как это будет оцениваться. Но самое главное во всем этом, что ты говоришь то, что ты думаешь, не оглядываясь на то, чем это закончится. Я не помню кто, по-моему, Шамиль, не помню кто, сказал, что, я в смысле скажу, что если ты вынимаешь шашку, думая о том, чем кончится бой, ты не храбрец. Это очень важно. Потому что, если ты идешь, то ты идешь. Я очень многие вещи говорил тогда, когда, в общем, это было бы не очень даже выгодно говорить. Я говорил про министра обороны и про премьера, когда они сидели на 1 мая, это на 9 мая, когда шел парад, и это было поводом, чтобы я ушел из общественного совета, потому что я не представлял себе, как можно во время парада на Красной площади главкому верховного главнокомандующего министра обороны сидеть. После этого показывали Берлускони, который сидит в Италии. Ну так в Италии Берлускони сидит, а мы должны стоять. Это парад русского воинства. Ты обязан стоять. Даже Брежнев за три дня до смерти стоял на 7 ноября во время парада. Есть вещи, которые, казалось бы, не имеют никакого значения. Ну стоят, ну сидят. Но меня это, так сказать, коробило. Я точно так же бился за то, чтобы вернули на Красную площадь суворовцы. Отсутствие суворовцев на Красной площади это потеря представления о будущем русского офицерства. То есть это оскорбление всем тем старикам, которые находились в это время на Красной площади. У них нет будущего. Рассказы министра обороны о том, что они боятся, что они простудятся, что просто им надо делать уроки это бред. Враждебный бред. Ну и так далее. Поэтому, повторяю еще раз, я могу быть не прав тысячу раз, но я ведь не от имени народа говорю, я говорю от своего имени, личного имени. Вы можете со мной не соглашаться, но я счастлив, что я имею возможность мою личную точку зрения высказывать как человек, живущий в этой своей моей родной стране. И когда я говорю о том, что 23 года с нашей страной назад произошло преступление совершенное, преступление совершенное, я говорю, это абсолютно ответственно. Я понимаю, что много чего можно этому возразить. и сам я заблуждался тоже, потому что эйфория от того, что вдруг Горбачев заговорил в ООН без бумажки, у меня слезы потекли от счастья. Появился человек, который без бумаги говорил. Но потом вместе со временем я понимал, что происходит в результате. И я снял картину Анна от 6 до 18. Это Анна, это маленькая картина, но это документ времени. По этой картине так или иначе определенные люди будут понимать, что произошло в нашей стране. А потом я снял фильм 12, который тоже оказался, так сказать, убегающим немножко вперед. Мало того, картина Утомленный Солнце-2, оплеванная, оболганная. Это картина будущего. Я убежден, это картина будущего. И она вернется, вернется так, как люди будут изумляться, потому что это притча, а не документальное кино. Это притча о том, что война это все, когда воюет все. И лес, и женщины, и человек, и мышка, и букашка, и комарик, и все воюет. Почему американцы никогда по крайней мере на сегодняшний день не смогут совершить то, чего они хотят совершить, потому что они никогда не воевали на своей территории. Никогда. У них нету генетики памяти войны. Народной генетики памяти войны. Где-то воюют, приезжают гробы, где-то, да, мощная армия, все, но они никогда не знали, что такое жизнь в оккупации, что такое война на своей территории. А мы это знали. А мы это знали. Поэтому я так ушел далеко от вопроса, но в принципе я считаю, что что еще высказываться? Я не политик, я не лезу в Государственную Думу, я не хочу быть сенатором, я занимаюсь моим делом, но я хочу, чтобы меня слышали. Могу ошибаться, но если кому-нибудь я приношу хоть какую-то пользу, хотя бы желанием задуматься о том, что волнует меня, мне это совсем достаточно. Можно я задам вам такой плит вопрос из трех. Самый часто задаваемый вопрос вам? За исключением творческих планов, наверное. Ну, вы знаете, в зависимости от периода. Что в конкретный момент существует в твоей жизни? Выход картины ли, или женить были, или рождение кого бы то ни было, или еще нет такого, ну, долгое время после картины вокзал для двоих самым главным вопросом было, женился ли я на гурченко после того, что я с ней в этой картине. Как честный человек. Как честный человек. Ну, это было так. В каждом периоде так или иначе такие вопросы. Потом после жестокого романса появились вопросы, неужели мы так и не сошлись с Гузеевой. Вопросы связаны все равно с твоей конкретной сегодняшней жизнью. Но очень часто вопросы сегодня, вот уже это мне тоже как-то греет душу, что когда я приезжаю куда-то, допустим, я не так часто могу ездить, у меня нет времени, но если у меня происходит встреча или мастер-класс, очень часто вопросы от того ваши творческие планы, расскажите что-нибудь смешное, приходит просто разговор про жизнь, про то, про сё. И это очень интересно. И мне это очень дорого. Мне очень дорого, что есть категория людей, которые хотят тебя услышать не обязательно связанное с актерским или режиссерским делом, а просто о жизни, о том, о сём. И меня это вселяет определённые силы и надежды. И мало того, я люблю проводить такие встречи, потому что бывает так, и всегда бывает так, что ты иногда, отвечая на вопрос, понимаешь, что если бы этот вопрос тебе не задали, ты бы об этом никогда не подумал. Это очень обогащает, вот меня лично это очень обогащает. Поэтому так вот сказать, какой, ну, творческие планы, самый последний вопрос на этом заканчиваются, уже уходя, в дверях уже. Какой вопрос вам больше всего понравился за всю вашу огромное количество интервью? Был такой, что вот сейчас запал. замечательный вопрос был. Я молодой был совсем после, по-моему, картины Донечка и Никиты или после Я шагаю, не помню. Я очень любил выступать, я в сельском клубе, такой небольшом клубе, зимой, я выступал, показывали картину, я выступал, в зал сидит, и на первом ряду сидит мальчик, маленький мальчик, в платке в мамином такой, в валенках, такими глазами меня смотрит, слушает, ничего не понимает, восторженный взгляд, я так говорю, 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 а так в зале постепенно, так я вижу, так начинается вообще такое, разомлели, тепло, я говорю, ну, есть вопросы? И вдруг он один поднимает руку, я говорю, какой у тебя вопрос? Он сползает со стула, говорит, дядька, кино скоро будет? Вот этот вопрос меня просто поставил на место, навсегда, а другой смешная, тоже не вопрос, а разговаривает с какой-то дамой, какой-то разговор, она что-то мне говорит, такой, ну что вы, я только с виду идиот, она говорит, да что вы, Никита Сергеевич? Ну, обрадовала, спасибо. Тот вопрос, который вам не задавали, но вы, как журналист, задали бы его Никите Сергеевичу Михалкову, не знаю, как человеку, как режиссеру, как актеру? Как журналист, я бы задал себе вопрос, на который бы я не отвечал. Это из той серии, которая не выносится в публичное место? Это из той серии. Друзья, ну что ж, теперь на самом деле... Ну, кстати говоря, нет. Вот на исповеди, в принципе, ты должен иметь силы и право, и возможность отвечать, даже если тебе не задали вопрос. Вообще, это очень интересная штука. Сейчас я подумал, что, в общем, исповедь, это же интервью, как бы, только это интервью без вопросов. Откровенное, абсолютно обнаженное интервью. То есть ты... Это монолог. Нелицеприятный монолог, тяжелый монолог. И, наверное, вот самое тяжелое интервью как раз вот под Эпитро Хилию. Спасибо большое. Итак, друзья, у нас есть буквально несколько минут для того, чтобы выслушать ваши вопросы. Только, друзья, коротко, так вот, чтобы девушке уступим. Спасибо. Кита Сергеевич, назовите, пожалуйста, несколько своих любимых книг, которые бы вы всем хотели бы рекомендовать прочитать. Вы знаете, вообще, вопрос на засыпку, что называется. Я вам сейчас скажу, почему. Я тоже в юности был первый раз за границей, и у меня брали интервью в Венгрии. И сидел такой журналист венгар, ироничный, невыбритый, видимо, так из-под у нас хорошего. И мы, видимо, задание дали с этим пацаном каким-то русским поговорить. И он мне задает какие-то вопросы и задает, а вы любите мусорг? Я говорю, да, конечно. А каких композиторов вы любите? Я говорю, о, пожалуйста. И начал. Чайковский, Бах, Мусоргский, Вивальди, Шопен, Шубет, Шубет, он сидит, пишет, пишет, потом он перестал писать, и сказал, что-то-то-то-то-то-то-то. Скажите, пожалуйста, а вот кого вы не, любите? И тут я понял, что я в данном случае называл только то, что я вспоминал сразу. Ну, понятно. Если я начну, я для меня, скажем, остается, я вам скажу так, я бы советовал читать те книги, вот одна женщина взяла мне письмо, меня ругая, написала, что настоящее искусство это то, что хочется услышать, увидеть, или прочесть еще раз. Вот мне кажется, что настоящее, это то, что хочется прочесть еще раз. Для меня тайной остается Бунин, абсолютной тайной. Остается тайной. Чехов для меня совершенная тайна. Я рассказ «Солнечный удар» переписывал от руки одиннадцать раз. Я хотел понять, из чего складывается эта неосезаемая чувственность. Из чего? Я его почти знал наизусть. И я всегда ошибался в следующем слове. Оно было другим. Оно было другим абсолютно. Поэтому я вам... Жизнь Арсеньева. Только несколько мыслей оттуда. Я для тебя, как воздух, которого... без которого не можешь, но который не замечаешь, говорит женщина-мужчина. Потрясающе. Я для тебя, как воздух, без которого не можешь, но которого не замечаешь. Какой образ сразу отношений возникает между мужчиной и женщиной. Или, скажем, «Меня всегда поражала разность теплых и прохладных мест на теле женщины». Или Коголь. Фраза, которую он выкинул из Тараса Пульбы. Величайший образ, вообще образ, непостижимый абсолютно. «Голова казака, матерясь, покатилась в кусты». Вы только вдумайтесь в этот опыт. Или Мандельштам. «Я слово позабыл, что я хотел сказать, слепая ласточка в чертог теней вернется». Только вдумайтесь, я слово позабыл, что я хотел сказать. «Слепая ласточка в чертог теней вернется». Космический образ будет. Невероятный образ. Поэтому я вам советую читать то, что хочется еще перечитывать. Что хочется еще перечитывать. И всегда вы будете находить что-то новое. Всегда. Пожалуйста, Даша. Никита Сергеевич, скажите, пожалуйста, планируете ли вы выпустить книгу, в которой будут сценарии ваших фильмов, чтобы то бережное отношение к слову, которым вы владеете и которому вы учите всех, получило шанс быть прочитанным глазами, а не только как у меня в молодости, когда я 10 раз ходил смотреть вашу неоконченную пьесу для механического пианино и только спустя десятилетия смог записать этот текст на диктофон. Спасибо. Спасибо. Вы знаете, это хорошая идея. Это вообще хорошая идея. Наверное, наверное, есть смысл. Наверное, есть в этом смысл. Вы знаете, сейчас я вам скажу такую еще речь. Вот если сценарий у меня вот такой толщины, то экспликация к нему вот такой толщины. Что это значит? Это рутинная работа, но это когда ты снимаешь кино на бумаге в идеальных условиях, когда идет дождь, когда нужно солнце, солнце, когда дождь, дождь, когда ты сидишь за столом, когда актеры все на месте, все трезвые, все знают текст, когда все работает замечательно. Вот когда в идеальных условиях ты записываешь, что ты хочешь от картины. Пять пунктов. Воображение, настрой, тон, содержание сцены, главный эффект. Еще один очень важный вопрос, очень важный. возможные ошибки и так далее. Это страничка. Мой брат в свое время у Кополы, когда он был в Америке, или он подарил, или он вырвал. Копола работала по этой системе. Никто этого пальтом уже здесь не принял, а я это сделаю каждый раз. То есть я подробнейшим образом рассказываю, что я вижу, хочу видеть на экране. И записываю это. Это тяжелая работа, рутинная, но она позволяет, когда к тебе подходит гример или костюмер, а ты говоришь, вот здесь написано. Я думаю, что есть смысл, даже как на учебную работу, скажем, каждый сценарий, опубликовать вместе с экспликацией. Потому что там есть очень интересный анализ, психофизический анализ, философский анализ. ты вспоминаешь. Причем, когда ты пишешь сценарий, допустим, по Чехову, ты обчитываешь Чехову. Ты ведь правильно, абсолютно, лощец говорил, что нужно не произведение экранизировать, а писателя. Поэтому, когда мы пишем сценарий по механическому пианино, все, что вокруг Чехова, записные книжки, воспоминания его, о нем и так далее. А из этого вылезает, так сказать, образ, который в результате становится сутью, может быть, даже той фабулы, которая написана. Поэтому сделать такую работу, мне кажется, интересно. Может быть, тем более с фотографиями сделать из картины. Спасибо вам за идею. Это хорошая идея. Мне нравится. Спасибо. Спасибо большое. Добрый день. На самом деле, смысл мой вопрос немножко стух. Потому что вы были очень серьезны. И не хватает от вас вашей иронии, потрясающего юмора. Я помню, когда дядя Ваня был снят Кончаловским, вы упрекали его за то, что там не хватает юмора чеховского. Мне сейчас тоже немножко не хватило. Но в конце я увидел настоящего Никита Михалкова. Но на самом деле вопрос мой вот какой. Кого вы сегодня в наше время относите к красным, Игбел? Ну, вообще-то вы так от меня требовали юмора, чтобы этот вопрос как-то не подразумевает большого юмора в этом итоге. Я вообще, понимаете, вы знаете, что я им скажу? Вот я сейчас подумал, я только что закончил картину «Солнечный удар». Там есть и красные, и белые, да? Ужас в том, к чему я пришел, что война гражданская, она в результате их абсолютно соединяет. Вспомните Туроверова стихи про... Нет, не про лошадь, а про... Мой враг под кличкой и товарищ. Потрясающие абсолютно стихи, потрясающие, где он говорит, что и меня конь бы носил из боя раненого, и ты тоже летел на своем коне, едва державшись за луку. Что мы что-то с тобой проглядели. Смотри, мой друг, чтобы нам опять не проглядеть. Это потрясающая мысль. Проглядели все. Сначала проглядели белые, а потом проглядели красные. И сейчас мы стоим на пороге проглядеть. Это принципиально важно, понимаете? Поэтому для меня нет деления этого, так сказать, красные, белые. Это все кончилось. Сейчас существует, так сказать, агрессивная, так сказать, мощнейшая, агрессивнейшая атлантическая диктатура, которая ведет войну с нормальным православным миром. Все, это глобальная война идет. Глобальная. Поэтому нам нужно здесь не проглядеть. Не проглядеть. Для меня в этом смысле, так сказать, понятие красных и белых, оно стерлось. Для меня абсолютно понятно, что существует русский мир, существует русская цивилизация, и кто бы ты ни был, если ты говоришь по-русски, ты обязан это защищать. Красный ты, белый, синий, любой, даже если голубой. Спасибо большое. Друзья, к сожалению, время нашей встречи ограничено, но я хочу поздравить вас, что вы не проглядели эту встречу с замечательным человеком, актером, режиссером, автор книги публичной одиночества Никита Сергеевич Михалков. Спасибо вам большое. Спасибо. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok